и в данном обзоре мы больше уделим внимание техническим и эксплуатационным показателям руль информативный зеркала обзор прекрасный вытащить оттуда мы пробовали это невозможно большей части мы спиливаем рычаг спиливаем рычаг и болт такие нюансы как срос ручного тормоза диски не рассчитаны авто слишком тяжелая маленькая тормозная система если обратить внимание на заливную горловину наклапанной крышки то она сделана очень низкая для чего это сделано то есть евро 6 евро 5 ну вот мы приступаем компьютерной диагностики которые нам покажут общую картину по автомобилю и как довольны вы каждый день и спасаться доволен конечно если я был доволен я давно продал добрый день дорогие друзья компания омзап представляет вашему вниманию тест-драйв автомобиля гранд старакс хендай 2016 года давайте знакомиться меня зовут дмитрий я являюсь сотрудником компании омзап и в данном обзоре мы больше уделим внимание техническим и эксплуатационным показателям данного автомобиля так как наша компания с 2011 года работает непосредственно с автомобилями киа и хендай мы знаем о них практически все сегодня нам на обзор был предоставлен автомобиль гранд старакс хендай 2016 года с двигателем д4 cb коробка автомат задний привод самоблокирующийся дифференциал привезенный прямо из кореи с пробегом 25 тысяч километров цена подобного автомобиля на рынке составляет 1 миллион 700 тысяч рублей сейчас мы вкратце вам расскажем что из себя представляет автомобиль все кто сталкивался с подобными обзорами автомобилей можете промотать вперед так как дальше мы будем рассказывать о технических и эксплуатационных показателях данного что я могу сказать про сам автомобиль огромный как шло большой вместительный автомобиль для большой семьи или маленьких компаний есть автомобили для 11 пассажиров движные двери двух сторон облегчают посадка и посадка и пассажиров сидения в нашей комплектации поворотные и трансформируемые багажник не такой уж и объемный если установлены четыре ряда сидений есть общие болячки по кузову большая подвижность дверей корольки уплотнение движных дверей зимой без обработки силиконовой смазки так и норовят открыться вместе с дверьми ролики тех же движных дверей выходят из строя как следствие оторванные ручки открывания зеркала по зеркалам есть ролики даже на нашем канале много рассказывать об особенностях кузова и салона мы вам не будем так как очень много есть обзоров в интернете я предлагаю вам поехать с нами в сервис где мы будем смотреть на примере данного автомобиля все узлы и агрегаты и рассказывать о неисправностях с которыми вы сможете столкнуться в ходе эксплуатации данного автомобиля про управление автомобилем что я могу вам сказать очень комфортно руль информативный зеркала обзор прекрасно видно практически все динамика автомобиля до хорошие надо обогнать обогнал не надо едешь себе спокойно и едешь развернуться тоже без проблем автомобиль очень хорошо поворачивает очень маленький радиус что люди пишут что большой радиус я не увидел надо развернуться развернулся ну и для человека который сидел сидит первый раз за рулем автомобиля подобного класса мне он нравится я бы себе такой взял ну вот мы и приехали в секс-центр где нам произведут диагностику как заявлено в нашей комплексной диагностики по гранд старых это диагностика ходовой диагностика компьютерная ну и состояние под моторного отсека в общем вот для чего мы все это делаем для того чтобы вы при покупке данного автомобиля были готовы к финансово так и морально каким-то сюрпризом который может пред представить вам этот автомобиль начнем мы с того что будем качать колесико право-лево то есть на наличии лифтов стоит жестко то есть мы смотрим шарнир то есть шаровую рулевую тягу и на конечном вот здесь верхнюю часть очень часто обламывает пружины даже на стоит ровно но необходимо опустить руку и проверить целый ли пружин и также на этот потек то есть смотрим потек масла пыльник и отбойник тут у нас все в порядке все хорошо сейчас море вторую сторону а как часто у них пружины лопаются на соли но пружины у нас лопаются не так часто это опять же перегруз плохие дороги вот где-то наверное от 100 тысяч пробег то есть 100 120 150 тысяч уже они от лопаются пружины еще совпадает это началом весны может быть это совпадает как-то влажность влажностью температурный режим какой-то либо все таки с ямами которые выложит у нас а скорее всего скорее всего да на этой стороне тоже у нас все сухо пружинка целая пыльник в порядке стоит на своем месте потеков на амортизаторе нет пытаемся качнуть колесо раскачиваем колесо стоит жестко говорит о том что там все порядке сейчас поднимем выше и будем смотреть начнем с низу с рим блоков рычагов нижних у нас имеется цель блок передний и задний передний жесткий задний плавающий то есть на переднем люфтов не должно быть никаких жестко стоит а задний у нас плавает то есть видим что рычаг двигается вот наличие трещин не имеется тоже все хорошо рычаги по каким причинам меняются рычаги вот кстати по поводу рычагам да это особая такая тема где нужно отметить такие вещи как саленблок передний у них есть такая болезнь что болт рычага закисает саленблоки прокручиваются саленблоком вместе да сказал бы что прокручивается то есть каким-то этими способами то есть вытащить оттуда мы пробовали это невозможно большей части мы спиливаем рычаг спиливаем рычаг и болт в основном только по этой причине и меняется рычаги да но из-за износа саленблок если по статистике взять то есть если взять авто с пробегом 150 200 тысяч приехал на замену саленблоков то 99 процентов рычаг спиливается идет замена рычага будьте готовы к замене рычагов на таких пробегов вот на стоечка стабилизатора мы просто раскачиваем вверх вниз здесь тоже порядок не видно до диски колодки порядке еще тут также имеются втулки с этот стабилизатора задние и передние вот с передними очень часто выходит строя можно монтировочкой поджать и проверить наличие люфта то есть будет глуховатый звук идти от них происходит тоже от 100 тысяч и довольно часто там с периодичностью каждый 40 50 тысяч то есть менять почти как расходник да 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 они как расходники я бы сказал что колонечки что втулочки да да стойкие втулки выходят очень часто еще если взять именно grand star x это евро 4 евро 5 евро 6 часто у них то есть идет течь масло охлаждающей жидкости то есть это интеркулер рулевая рейка сальник коленвала вот передние очень часто выходит в евро 5 не знаю по какой причине видимо какой-то заводской брак но сальник вот очень часто смотрим наличие потеков то есть у нас здесь все хорошо все сухо нету ни масляных пятен не из следов охлаждающей жидкости так ну все мы тут про втулочком стоечком прошлись так по коробке тоже автомат у нас коробочка она довольно надежная то есть она ходит как 200000 без замены масла так и 500600 есть такая вещь как сгнивание поддона то есть это влага сырость какая-то и он сгнивает коробки у нас фильтр масляного нет у нас имеется сеточка то есть если при замене полный или частичный масло мы снимаем поддон моем сетку моим гидроблок поддон самый сменим масло так следующее такую замену масла в коробке как часто рекомендуется ну вообще там целом идет от 60 до 90 тысяч люди на первый раз приезжают от 120 до чем тем лучше она работает здесь на этой коробке можно производить как частичную так и полную замену так по кузову у нас вроде все хорошо пройдемся дальше кузов вообще замечательно да с кузовом вообще все хорошо чисто сухо вот у нас имеется сажевый фильтр такой большой огромный при некачественном топливе у нас форсунки выходит из строя если в евро 6 мы еще так не заметили то евро 5 очень часто сталкиваемся с тем что там стоит топливная система delphi они начинают подклинивать подстукивать форсунки и забивают сажевый фильтр вот это тоже как бы такая большая если взять евро 5 то с проблем евро 4 у нас стоит bosch в топливной системы там попроще и сажевый там тоже отсутствует так кардан кардан он у нас не обслуживаемый то есть крестовина у нас на нем не меняются сальничек сухой хвостовика хвостовика коробки подшипничек не полопался все на месте средняя крестовина тоже на месте проходим дальше задних крестовина также у нас порядке первый признак неисправности крестовины это выход ржавчины вот из-под пыльника если вот сюда вот посмотреть во внутреннюю часть вот здесь вот как только оттуда появляется такой ржавый налет говорит о том что она сухая то есть ну и у нас опять же будут скрипы какие-то похрустывания появится ну как правило при движении мало кто на скрип и обращает внимание будем трагиваться задней подвеской у гранд старакса попроще это как взять евро 4 так и евро 6 выходит встроена очень редко тоже есть свои нюансы такие нюансы как срос ручного тормоза вот он находится показываю почему именно вот это место вот здесь даже сейчас видно что немножко изгиб переломывает резиновую часть попадает влага он клиент то есть как с правой так и с левой стороны вот тросами также стойки втулки до 100 до втулочки стоечки ходят неплохо диски по задним амортизатором тоже особый есть у нас такой как бы случай у них очень часто рвет саленблок нижний именно вот в этом месте рвет из саленблока отдельно то есть нет поэтому как только оборвало нужно сменивать амортизатор сам у нас не бежит работает держит но надо менять это трудных трубки отопителя вот этот контур трубочки отопителя да вот на них тоже надо обращать внимание потому что они очень подвержены гниению выходу из строя это как евро 4 так и евро 5 евро 6 вот они у нас идут металлические вот она пошла коррозия также вот здесь вот под креплением кронштейна первую очередь она сгнивает вот здесь сейчас вроде как производитель стал пустил производства трубочки отопителя алюминиевые вот то есть они как 1 2 3 4 видимо как пробные потому что стальные не держит так ну диски колодки здесь все ходит все работает здесь тоже все порядок по редуктору заднему не забудьте надо тоже от 60 до 90 сменивать масло масло у нас туда вливается в зависимости от года или редуктор у нас может быть как обычный редуктор евро 4 так евро 5 л.д. то есть сама блокирующие масло идут разные туда вот на евро 6 уже имеется бачок мочевины то есть если взять евро 4 евро 5 потом ничего подобного не в основном отличие по ходовым по ходовой между евро 5 евро 6 евро 4 как правило нет ходовая да она принципе все одно и то же то есть это как редуктор кардан ничего здесь нового нет также скандийный вот рендиционер трубочки тоже они также очень часто выходят в строе алюминиевые они толстостенные но опять же вот на этих стыках попадает влага не сгнивают их и обрабатывают люди чем-то и пытаются защитить то есть различными красками спреями там не знаю кто чем пытается также над коробкой болезнь трубочка у нас проходит ну и все у нас здесь мы принципе все осмотр закончили здесь для диски к колодке передние ведет как час диски маша автомобиля тормозные усилия они предполагают что будут нагружены очень диски колодки это если даже взять самый первый раз таракси заканчивая уже последним это одна из проблем острых таких то есть видимо по всей я так думаю что диски не рассчитаны авто слишком тяжелая маленькая тормозная система я слышал что есть четырех шести поршневые тормозные системы если он ставит устанавливает будет интересно то мы разработаем этот материал и вам его покажем в следующих выпусках так ну по диску мы тоже прошлись по дискам у нас зависит от коробки автомат механика где вы вы эксплуатируете ее то есть по городу или в области то есть где-то бываете поездка то есть они могут отходить как 80 тысяч так и те двести зависит большей части от вас а рулевое управление довольно таки надежно по рулевому управлению у нас на рейке рулевые как бы жалоб нету есть рулевые тяги выходит довольно часто но опять же от 100 тысяч 100 тысяч кто где и как эксплуатирует если в тяжелых условиях то это будет естественно ну в основном поток у нас то есть идет по ходовой это сейчас вот весна сезон и осень то есть люди либо готовятся перед зимой либо перед летом перед лет ну в целом у нас все сухо все чисто все хорошо сейчас мы опустим и примемся замеру давления масла замер давления масла у нас независимо от евро 4 евро 5 или евро 6 от года то есть гранд старакса сделать можно двумя способами то есть либо с верхней части вывернуть датчик давления либо с ним мы будем делать это снизу снимем защитный пыльник и кручу заодно проверим ребенок интеркулера и патрубки которые тоже довольно таки часто выходит из строя и и и и и и и и и я слышал еще выходит по трубке из строя до анатолий да есть такая болезнь но опять же не нужно путать это допустим 12 года евро 5 или держите там 16 года у них лопается интеркулер очень часто мы так думаю что скорее всего из-за жесткости из-за подушек разбивает здесь уже вот на евро 6 мы видим что патрубки уже на быстро съемок быстро съемок стоят то есть евро 4 евро 5 этого нету а здесь вот допустим уже обычный хомут у нас стоит по кулеру если взять допустим по евро 5 то они пореже выходят из строя а если евро 4 то очень часто люди борются с проблемой с этой они как-то даже ставят и какие-то паяны и там более усиленные устанавливают то есть оригинал не оригинал и даже пытаются от евро 5 поставить но все равно беда это так и остается то есть евро 5 уже жалоб поменьше евро 6 мы еще пока не стал еще может быть связано с передовым до из-за клапан если мы возьмем допустим евро 4 то у нас обычный клапан на турбине они очень часто сталкиваются с передовым евро 6 называют раздувание интеркулера и патрубков 6 уже у нас электронный стоит клапан то есть он следит за этим и если какая-то неисправность он сразу дает знать понятно что снизу наверное все ремни приводные ролики как часто надо меня ремень по системы охлаждения ремень ролики у нас опять же от 100000 допустим входят они у нас имеется то есть натяжной ролик и обводные количестве трех штук вот они у нас этот имеется ходят это они примерно там от 40 до 60 тысяч ремень у нас лопается в основном ролики чаще всего по утрам люди заводят и жалуются что подсвистывает ремень но не всегда это то есть подсвистывает ремень больше части это подсвистывает ролик ну так же подсвистывает может и насос водяной помп вот насос гора гора есть такой еще нюанс у нас ремень стоит всего один и он длинный иногда люди жалуются на вибрацию как будто такой звук издается пластика как будто откручен у нас стоит на генераторе демпфер и очень часто вы на ему выходит из строя то есть он необходим когда ремень стоит один большой длины он необходим вот он часто выходит из строя и издает звук нехороший ремешок все все ходит себе но анатолий вот расскажите теперь для чего мы меряем именно давление масла двигателя но давление мы меряем именно по той как бы причине одной из старой когда появился еще 1 евро 4 grand star x вот если взять евро 4 у них болезнь с шайбами медными уплотнительно потоплены форсунками очень часто эти шайбы сгорают да если допустим вот у нас на данный момент это евро 6 то есть ну или другая динсовская система до динсовская то на первых там седьмого года grand star x и у них шел бош и на больше до сих пор там где-то под 10 11 год то есть это болезнь так и осталось очень борются все с этими шайбами мучаются сгорает шайба сгорает масло в рабочей части головки падает вниз забивает забор давление у нас как его 4 так и по евро 6 минималка должна быть двоечка то есть . это хорошо ну минимум 19 18 но этот самый минимум то есть 16 17 говорит о том что ходить уже не будет то есть какая-то есть неисправность ну а дальше сигнализирует его гораздо позднее чем она уже критично для двигателя датчик датчика все владельцы данного авто жалуются на этот датчик давления очень часто он показывает от 02 03 то есть когда уже после когда уже совсем поздно уже под также мы делали замер давления масла нам необходимо обязательно дать газ для чего мы это дело если у нас заборник масляный забит мы заводим машину он нам даст уже двоечку но когда мы даем газу если он забит он либо не подымет вообще стрелочку давление либо сделать это медленно то есть обычным просто то есть на холостом если запустим то есть это неправильно можно не не все увидеть не все увидеть да не все узнать то есть были случаи когда люди приезжали горели мы померили у нас давление двоечка но на самом деле это она оборота когда обороты возрастают давление то есть мальчика но этого уже не до первую очередь страдает турбина у нас голодание у турбины гораздо выше оборота чем у двигателя есть то есть голодание сразу идет на турбина первую очередь так что там у нас потоплена система также у нас имеется евро 5 очень часто люди путают приезжают на евро 5 на евро 6 не буду брать еще такого не было евро 5 приезжают люди говорят нужно мне сменить шайбочки уже по звуку подходя машине я говорю вам ничего не нужно делать то есть у евро 5 там стоит delphi топливная система то есть этой проблемы нет вот но люди так как это была такая большая широкая проблема все-таки боятся они сталкиваются на форумах где-то допустим разговаривать с друзьями соседями и сталкиваются с вещами они боятся едут приезжают сервис на замену но у них dance а допустим как здесь на евро 6 то есть тут нет такой проблемы и на европе там delphi топливная система там тоже этого нет так ну и вот так под но замер масла это не всегда всегда не лишняя процедура потому что насколько я помню болезни здесь не особо пригодны замер давлением масла до блоки очень редко они ремонту поддаются кто-то растачивает шлифует но мы допустим лично не делаем то есть если муж устанавливаем то устанавливаем если пришел негодность блок то новый шар блок либо допустим уже запчасти к нему но оригинал а турбины как часто ну турбины тоже из-за масляного голодания это понятно что она выйдет из строя а вот управление клапана вот если допустим мы возьмем данную машину евро 6 то у нее стоит электронное управление то есть он уже более качественно следить за этим и проблемы такой нету евро 5 тоже там хотя имеется у нас клапан вакуумный вот но вроде как неплохо ходит все беды как бы все вот эти опасения людей они идут от евро 4 это такая одна большая проблема где не возьмись до самой первой страны они там с 7 по 11 год шли это одна прям большая проблема к чему не коснись все бежит все ломается все течет то есть и вот на этой почве люди приезжают и боятся то есть если они приобрели машину то они делают обязательно комплексную диагностику хоть там был первый хозяин 2 3 10 то есть диагностика любом случае лучше производить перед покупкой автомобиля если тем более гранд старых 100 замер обязательно то есть вам нужен замер давления масла и люди кто разбираются в это не редко сталкиваемся с тем что люди приезжают рассказывать что говорит открывает мастер смотрит с удивленными глазами не знаешь что делать из парашюта что это да что это еще также сталкиваемся с такими проблемами если обратить внимание на заливную горловину наклапанной крышки то она сделана очень низкая для чего это сделано то есть евро 5 потому что евро 4 столкнулись с такой проблемой она сделана высокая ножка и от вибрации крышку клапан ломает как раз в той части обламываю и вот уже перейдя на европе евро 6 они ушли от проблемы ну вообще если даже взять машину евро 5 то большую часть проблемы не убрать то есть вот евро 6 уже все дальше и дальше двигается у евро 5 есть также проблема топливной системы с форсунками большая такая тоже довольно сложная проблема люди допустим как это как часто так и какие-то организации сталкиваются с тем что после 100 тысяч топливные форсунки выходят строй у них идет слив в обратку там она при неисправности наличие черного дыма стука и плохой запуск ну вот если взять допустим дэнса еще как бы особо не сталкивались она работает люди поотъездили хорошо больше кстати они относятся к системе босс то есть та первая схема евро 4 босс была более надежная но она она устаревшая работает громко повышенный расход то есть перейдя на европе евро 6 они уже убрали так и у вас есть еще такой такая вещь как цепь грн когда меняются грн и зачем то есть через такой по цепям заявлено я куб от 120 до 160 я вот лично по опыту вам не советую допустим лезть туда и что-то делать цепь может подходить как 200000 так и 500 и 600 такой явный признак износа цепи нас повышенный то есть у нас на прогретой машине вот в этом районе здесь устоит успокоитель у нас на холостом ходу мы слышим как звенец и то есть бьет по успокоить по поводу появления звуков можете не бояться внезапно рвет то есть этот звук может пройти как 5 так и 10 тысяч километров то есть вам достаточно будет времени собраться с мыслями кто-то финансами деньгами с финансами да и приехать то есть опять же то есть очень часто приезжают люди и допустим по регламенту меняют 120 150 так ну с цепями мы тоже прошлись закончили вот по клапан управления клапан управления у нас здесь электронный на евро 6 но на евро 4 это тоже большая такая проблема который выводит устроить то есть по трубку интеркулеры турбины очень часто у этого клапана управления турбиной там есть воздушный заборник и фильтр очень часто этот фильтр забивается и клапан не скидывает избыток вот клапан периодичностью но опять же зависит от лета или зимы допустим каждые два сорок тысяч необходимо вытаскивать воздушный и выдувать оттуда песок воздух там землю что-то и что такое то есть его чистить чист когда необходимо чистка так по клапану игр допустим если как евро 4 таких просто глушат на евро 5 тоже они не пошли клапана игр на евро 6 еще пока тоже особо не сталкивались вот вот здесь как раз вот мы рассказывали про ролики ремень вот генератор и на нем находится как раз обгонная муфа муфта демпфер вот она у нас часто выходит из строя если вы услышите какой-то нехороший звук то есть это какие-то постукивание посторонние вибрации на фаскрипывание да то есть не бойтесь что это стук из двигателя вполне возможно что это муфта она издает очень довольно таки жесткий что у нас еще по нюансам осталось система охлаждения принципе у нас болезнь одна это магистраль трубки до заднего контура по передней части то есть у нас все хорошо то есть если будете следить за наличием и качеством охлаждающей жидкости то все будет порядке сам также где-то на 90 тысячах замена от 60 до 90 до целом так а вот тут есть такой нюанс вот и дроссельная заслонка у евро 5 столкнулись с такой проблемой что у нее прокладка между пускным коллектором и дроссельной заслонкой идет течь то есть выкидывает давление с турбины и идет масляное пятно очень многие жалуются такая одна из проблем вот опять у нас здесь стоит топливный фильтр у евро 4 и евро 5 у нас ручная подкачка на евро 6 у нас уже в баке стоит подкачной насос то есть также стоит датчик температуры обогрев по топливу а как часто надо менять топливный фильтр топливный фильтр тоже как бы тут отдельная тема много зависит от качества самого фильтра заправочками беда что в москве если даже выехать в область еще хуже то есть топлива люди раз чаще не надо так сказать экономить на этом потому что топливная система в ремонте выйдет гораздо дороже чем поменять топливный фильтр во время но большей части вот у людей опять же отталкиваясь от практики выработалась такая как сказать система они где-то от 7 до 9 тысяч меняют масло в двигателе то есть на данном дизеле но это те кто владеет да 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 мобиль владеют вот а топливный фильтр менять через раз то есть 15 до 15 20 тысяч вот так то есть каждый 15 20 тысяч то есть есть очень редко люди когда меняют 60 по регламенту это неправильно не стоит ремонт довольно дорого топливной системы поэтому лучше сменить фильтр топлива но у нас компании есть стенд для ремонта топливной аппаратуры что если вы прозевали забыли мы всегда рады вам помочь да у нас есть стенд есть мастер то есть этого топливного дела довольно опытный то есть он делает форсунки как bosch так и последний я думаю последний наш день тут не он остался это вакуумный насос очень часто сталкиваемся с тем что люди приезжают и говорят надо сменить тормозные диски потому что жесткие тормоза что направляющие также они меняют главный цилиндр допустим рабочие лишь кто-то еще то есть но проблема очень часто сидит в вакуумном насосе то есть который за не низкий вам да 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 он находится за двигателем у нас на головке блока цилиндра и надо полагать его замены или ремонт это довольно трудоемкое мероприятие доступ да очень плохой тут необходимо делать разборку забор разбирается то есть и туда уже ищем подход опять же есть такой нюанс как на евро 5 они сделали добавили объем и снимать его стал еще хуже но к этому они добавили еще полный привод и подняли двигатель выше и то есть это вообще не невозможная практически проблема видеть да если допустим мы возьмем данный двигатель то снять его не проблема если взять просто евро 4 это тоже за не проблема но уже евро 5 евро 5 полную приводу довольно сложно ну вот мы приступаем компьютерной диагностики которые нам покажут общую картину по автомобилю анатолий можно продолжить посмотрим что там с машиной я просто сейчас зрителям расскажу для чего это производится компьютерную диагностику мы производим для того чтобы выявить все неисправности связанные с электрооборудованием автомобиля на что он жаловался можно даже иногда пробег посмотреть автомобиля реальный были такие случаи что клиент при покупке автомобиля не обращать внимание на то какие какая индикация у него горит на доске приборов и горит ли она вообще вот собственно говоря иногда лампочки диагностики выпаивают проклеивают черным скотчем чтобы это было незаметно и при включении зажигания нужно обращать внимание на все эти лампочки все ли зажглось все ли светится и и большинство лампочек должно погаснуть через некоторое количество секунд ну что анатолий подвигатель зайдем двигатель да так но по двигателю у нас ошибочек нету хотел бы дополнить к этому если ошибочек нет то и не не означает что с ним все хорошо что она исправная нужно завести диагностики да мы очень часто сталкиваемся с тем что допустим ошибочку нас нету но неисправность присутствует просто она проявление покоя проявляется в холод проявляется на под нагрузкой на горячем двигателе то есть на холостых то есть по-разному бывает и ошибочки то есть это не всегда значит что все исправно то есть необходимо знать не только лишь к включить диагностику но и разбираться в параметрах работы двигателя на дисплее расход воздуха расход топлива расход давления также то есть давление турбины то есть вот эти все нюансы необходимо знать и если даже при отсутствии ошибочек мы можем сделать допустим довольно точно если знаем параметры то параметры если мы знаем можем сделать точный диагноз есть такие вещи как по топливной у нас регулятор давление она будет заводиться при насоса работать да опять же насос и эти вещи проявляться будут лишь под нагрузкой еще есть такая как бы одна из я бы сказал неудоб если мы где-то пропала мощность то есть движение и после этого мы ее глушим просто на секунду заводим заново очень часто ошибочка стирается да и большей части люди приезжают ошибок нет я бы так сказал есть такое понять как выездная диагностика то есть проверить автомобиль под нагрузками потом тем режимом при которых проявляется да эти вещи тоже они у нас производится но делаются в тех случаях когда даже параметры то есть здесь тех-центре мы смотрим то есть без нагрузки заводим если у нас все хорошо то мы уже выезжаем смотрим как на холодную так и на горячую нередкость оставляем машину на ночь чтобы утром проверить на холодно на холодность проверить также диагностика коробки абс рбк и так далее так далее то есть вот эти все вещи то есть в них необходимо разбираться ну опять же таки от диагностического оборудования очень много что зависит то есть есть приборы универсальные которые видят не все систем скажу я бы сказал вот так да если мы берем сейчас евро 6 рассматриваем то есть евро 6 у нас имеется сажевый фильтр у нас имеется мочевина то есть сделать прожиг сажевого фильтра прописать топливные форсунки и так далее так далее какие-то дроссельные заслонки адаптировать коробку вот тогда нам да нужно допустим дилерская но в целом целом в общем если мы знаем то есть параметр двигателя то даже простой диагностика можно сделать довольно качественно я говорил про простые убеди диагностики которые смартфона да вот и делай диагностику бесполезно люди из приезжали со смартфонами то есть они считывали ошибочки показывали мне параметры своего двигателя но им говорил неоднократно что во всех этих цифрочек нужно разбираться то есть если иметь опыт то можно на все снова у вас же опыт большой у нас опыт большой данного заработаем работаем 10 лет с данным двигателем начиная с восьмого года то есть практически самого выпуска грана стараться работаем вот что еще сказать о данный вашей машинки у нас там посмотрим может быть по кузову еще посмотрим ну в принципе неисправность никаким не светилась все лампочки гасли то есть неисправности новые опять же диагностику мы можем зайти как отдельный двигатель и в коробку просматривать так и дает нам полный спектр по ошибкам то есть это кузов коробка какие-то системы дополнительные то есть она нам показывает что ошибок нет также мы запустим двигатель сейчас запустим послушаю давление топлива и расход воздуха вроде хорошие показатели ну выбрать мы должны самые необходимые для нас параметры это датчик массы расхода воздуха то есть расход воздуха давление турбины давление топлива общий расход топлива нагрузка двигателя в данный момент то есть эти вещи вот мы основные выбираем и отталкиваясь то есть от опыта уже смотрим параметры по параметрам у нас также диагностика дает то есть датчик работает от допустим с минус 40 до плюс 8 пример можно отталкиваться от этих же параметров на данный момент ну что с диагностику мы закончили все хорошо у нас ошибочек нету опять же если у нас есть какая-то неисправность опять же жалобы у нас будет неровно работать двигатель будет наличие какого-то дыни то есть плохой запуск плохой запуск как на холодную возможно на гореть но люди при покупке автомобилей на это мало обращает внимание к сожалению но и не к сожалению как и рассказать вообще они мало на что обращать внимание просто на красивый кузов чистый до чистый салон и свое хочу не редко издастся у нас есть экземпляры такие когда после десятого хозяина со скрученным пробегом то есть люди приезжают и жалуются на какую-то неисправность но мы открываем им глаза на все и они просто шоке от всего происходящего поэтому если желает кто наш тех-центр то есть у нас большой огромный опыт все сделали то есть как есть все нужное оборудование как по компьютерной диагностики также коробки кодовой ну что анатолий вот можем подвести какой-то итог в целом оба автомобиля что надежно что не очень как бы как вы считаете вообще этот автомобиль стоит рассматривать вот людям для работы на них и либо там для семьи ну езда есть опять же используют их как в работе так и в семье я бы так сказал люди разные мнение тоже у них раз но в целом вот очень удобный как для бизнеса то есть каких-то перевозок для семьи очень люди приезжают и хвалят данную машину говорят что все устраивает ну сталкиваются конечно с неисправностями о которых мы рассказали но это их не огорчает ну не огорчает да они даже пересаживаясь с более дорогих машин пересаживаются их хвалят данную машину в эксплуатации то есть такие вещи как обзор то есть мощность двигателя то есть расход топлива то есть люди довольно как до обзор в нем шикарный я проверил мне прям вот уже теперь рассматриваю как второй семейный автомобиль неудобно и довольно удобно и то есть есть ряд нюансов ряд нюансов опять же вернемся к тому что я допустим тем кто нас будет смотреть или допустим также слушать советую все таки ехать и специализированный сервис там где занимаются именно данным их не на непосредственно ими посредственно чтобы был опыт то есть здесь ее сделают быстро качественно также есть запчасти то есть все эти вещи обратят внимание на все нюансы которые есть в этом автомобиле и подскажут что с этим можно будет делать наверное так выражаю вам признательность анатолий анатолий это ведущий специалист компании у m зап он разбирается очень хорошо в автомобилях приезжайте к ним на диагностику спасибо вам анатолий за такой ликбез по автомобилю по неисправности я думаю что мы с вами еще обязательно мы увидимся итак станислав сколько лет вы владеете этим автомобилем 4 года у вас он евро 4 правильно вот выпуска его вообще довольны пробег сейчас такой на автомобиле 176 176 тысяч или километр какой периодичностью вообще делаете то не масло берем основное это масло замена 7 ночи не 10 дизель решили вообще эксплуатирует его для себя и мы не сумели для работы семья большая 12 надеюсь не 11 детей и вы одиночек с герой будет 8 норму ну ладно так давайте уже уйдем от личности и а вообще вообще с какими неисправностями вот на каком пробеге взяли вкратце можете рассказать и а 66 тысяч прошли вот вообще вот людям расскажите на что налетали вот за время эксплуатации по деньгам и какие неисправности были можете вкратце вот людям раскатать чтобы они готовились взяли тепло турбина поправили на деньги 20 тысяч на все прошло с установкой но не оригинал брали просто восстановили понял и коробку контрактную а с коробкой здесь же ставили полетел гидроболт вот ну насколько я помню еще форсунки у нас были новые форсунки да поменяли новые стояли 145 сильных спилили реки рада и ну немножко обманули в принципе довольны машины да если вот ну вообще планируете менять будете брать корейский автопром или какой то еще корейский строго а чем чем руководствует по деньгам бюджет позволяет и самое что последнее хотел бы спросить вообще обслуживать дорого его понятно что эксплуатировать там он экономный тут все думают что дизель а вообще вот три года доступно доступно по карману и бюджетно для большой семьи так же я понял спасибо вам станислав до встречи да продолжаем с вами небольшой опрос наших клиентов в частности владельцев грандстаркса по эксплуатации вот перед нами очередной человек это кстати сейчас забегая вперед расскажу вам немножко об этом автомобиле какого года он у вас напомните пожалуйста а пробег сейчас такой 300 тысяч а брали новый или откуда-то приехал ну приехал скорее да на 14 тысяч вы работаете на нем да ну и как довольны вообще каждый день эксплуатации довольны конечно да если мне довольны уже давно продал а какой вот деятельности ну там не секрет нам просто что-то перевозите паркетные работы увожу людей для объектов и оборудование вот это помещается еще вопросик не собираетесь вообще менять его ничего ну если менять только на такой же тоже именно на грандстаркс а там допустим мерседес это не смотрят все это у меня было были и довольно грандстаркс у меня кроме бентли и наверное всяких там таких дорогих автомобилей были все бентли ну на бентли людей не поводишь понятно я имею ввиду что и вольво и сабы и пассаты там футсваген это спортеры мл и вит все это было не рассказывая основную проблему на вашей машине какие еще были вот я просто знаю я ее озвучу расскажу людям а вообще такой вот ну сколько примерно денег вкладываете большие расходы на то вот содержание чтоб она ездила до тех пор пока с вами не познакомился конечно больше ездил к дилеру ну куда я скажу а сейчас так нет все так сказать все устраивается нормально так я вам сейчас расскажу почему ну человек у нас уже где-то года два да вы наверное у нас обслуживаете два года только так должно нам застучать ну да в общем человек с нами почти с самого открытия рассказываю какое много очень видео есть о том что надо следить за давлением масла и вот у человека это единственный автомобиль куча кстати рекламы всяких присадок это я не рекламирую у вас есть же друг правильно не будем его называть он работал или работает где-то в нами и они там изобрели присадку я так понимаю да с нулевым скольжением вот какие всякие супротеки льют они если честно не работают а здесь реально неизвестная присадка неизвестные фирмы в банке двигатель от давления один и четыре два года назад было в поддоне где-то полгода назад да мы с вами сняли была стружка вкладыши и вы поехали опять другую я так понял взяли эту присадку и вот человек промыл полностью масляную систему поменял масло и залили ее и опять она ездит я не знаю это необъяснимо но факт вкладышей там нету колено сто процентов задирами потому что весь поддон весь в стружке мы снимали полгода человек отъехал поменял вот он ездит и не дает нам заработать на его автомобиле на капиталке поэтому мы продолжаем его обслуживать он когда приезжает не рассказывает нам название этой марки и мы как бы все выпытываем он не говорит в общем желаем вам удачи спасибо что согласились до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания